«Я думаю, рынки сильно недооценивают тот факт, что ФРС могут несколько раз повысить процентные ставки в этом году». Филипп Юглов, M&I Indicators. На сегодняшний день экономическая ситуация в США довольно положительна. В апреле были представлены сильные данные по розничным продажам. А что вы думаете по этому поводу? «Да, это правда. Недавно были представлены сильные данные по розничной торговле. Они говорят нам о восстановлении внутреннего потребления в Соединённых Штатах. В начале второго квартала была зафиксирована гораздо большая активность по сравнению с первым кварталом. Что касается розничных продаж, за исключением продаж газа и сезонных товаров, то недавний рост говорит нам о том, что темпы экономического роста США ускорились. Что касается дальнейших перспектив по росту экономики США на этот год, то наши прогнозы гораздо более оптимистичны по сравнению с прогнозами других аналитиков. В этом году мы ожидаем умеренные темпы роста на уровне около 2,5%. Данные за апрель показали замедление темпов роста. Однако рост занятости остаётся стабильным. Ситуация на рынке труда также довольно положительная. И, скорее всего, что в этом году рост заработной платы будет стимулировать потребление. Как вы утверждаете, рост потребительского доверия должен будет способствовать увеличению расходов в этом году. Это могло бы помочь экономике США справиться с внешними препятствиями. К вашему мнению, увидим ли мы заметное улучшение в экономической ситуации США? Да, я считаю, что рост потребительского доверия окажет сильное влияние на экономику страны. В этом году это будет основным двигателем роста экономики. В течение последних нескольких месяцев уровень потребительского доверия был низким. Однако в мае был зафиксирован самый сильный рост за последние 11 месяцев. Прошлое снижение в основном было вызвано спадом фондового рынка, которое произошло в начале этого года. В настоящее время мы видим некоторые улучшения с точки зрения влияния внешних факторов. Потребители стали более оптимистичны и настроены. Вероятнее всего, они стали больше фокусировать внимание на положительных моментах, нежели на негативных. На таких, как снижение безработицы до 5%, небольшой рост заработных плат и восстановление рынка недвижимости после мирового финансового кризиса. Так что неудивительно, что американские потребители чувствуют себя относительно хорошо. Рост потребительского доверия и постепенный рост занятости будут способствовать стимулированию роста расходов. Это очень важно, особенно учитывая, что недавно были представлены слабые данные по производственному сектору. А перспективы по росту экономики были пересмотрены в сторону понижения на фоне неблагоприятной внешней среды и слабого глобального спроса. Ну и последний вопрос на сегодня. Финансовый рынок в США по-прежнему сомневается в отношении обещаний ФРС повысить процентные ставки в этом году. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что рынки сильно недооценивают риск множественных повышений ставок со стороны ФРС в этом году. На сегодняшний день рынок даже не учитывает разовое повышение процентной ставки 25 базисных пунктов до конца этого года. Мы видим, что всё внимание ФРС по-прежнему сфокусировано на ситуации рынка труда. Уровень безработицы упал до 5%. Не взирая на некоторую слабость темпов роста в первом квартале, фундаментальные экономические данные остаются сильными. Что касается темпов базовой инфляции, мы с уверенностью можем сказать, что она соответствует целевым ориентирам ФРС. Мы также видим рост инфляции заработной платы. Я думаю, сейчас ФРС необходимо рассмотреть пути нормализации процентных ставок. Я по-прежнему думаю, что в этом году мы увидим по меньшей мере хотя бы два повышения процентных ставок. Что касается временных рамок, возможно, во время июльского заседания по монетарной политике мы увидим повышение процентной ставки, хотя это не является нашим основным сценарием. Я думаю, что ФРС нам несколько месяцев займут выжидающую позицию для того, чтобы иметь возможность оценить темпы роста. И если в июне повышение не произойдет, то я полагаю, все равно нам придется к этому подготовиться в ближайшее время. Мы признательны Филиппу за его комментарии. Продолжайте оставаться с Дукас КПТВ. На сегодня все. До свидания.